Видела работы, при которых импланты выглядят как два круглых шарика, видно будто что-то инородное. От чего это зависит и как быть уверенным, что грудь точно будет выглядеть натурально? Сильно ли отличается такая грудь на ощупь от настоящей? Несколько сразу вопросов затронули визуализация и пальпация, то есть на ощупь как выглядит. Ну, во-первых, шарообразность, то, что выглядит со стороны, это могут быть разные совершенно причины. Начиная от желания пациента, чтобы грудь выглядела как шарообразная, поверьте, есть пациенты, которые желают, чтобы все вокруг видели, что установлены имплантанты. И заканчивая, продолжая вернее тем, что форма имплантов подобрана, высокопрофильный имплант, и завершая уже самой анатомией грудной клетки пациентки. То есть много факторов на это влияющих, поэтому изначально надо разбираться, почему именно грудь так выглядит. И не факт, что обладатель такой груди очень недоволен этой формой. То есть прежде всего форма груди обсуждается с пациенткой непосредственно перед операцией, внимательно изучая те пожелания, которые есть у пациентки. И дальше любой пластический хирург, ну в частности я говорю о себе, моя задача это всегда анатомическая норма, пропорции, естественность. И импланты подбираются именно с той целью, чтобы получить максимально пропорциональное соотношение молочных желез, грудной клетки, талии, таза и так далее. На ощупь силиконовый имплант, он по консистенции такой же практически, как молочная железа, среднестатистическая, поскольку плотность молочной железы тоже у всех пациенток совершенно разная. Она зависит и от толщиной кожи, и от плотности садительной ткани, и от соотношения ткани молочной железы и жировой ткани и так далее. Поэтому сам силиконовый имплантат, он имеет среднестатистическую консистенцию, мягкость. А вот если грудь плотная, здесь нужно разбираться. Либо это ранний период с отеками, либо это капсулярная контрактура, либо это завышенная установка имплантов, где мышцы находятся в напряженном состоянии постоянно и так далее. Факторов много, и каждый случай он индивидуален.